КОПИРОВАТЬ МАСТЕРОВ Я думал о том, как он выполнял эту работу, что он зачем делал, какой слой, за каким накладывал. Именно непосредственно всех технических особенностей данного художника. На картине Юрия Пименова мы видим паутинку женских чулочков. Евгений пикантную деталь пока не изобразил. А печатная машинка готова принять удар чьих-то пальцев. Художник становится актером. Вживается в роль автора копируемой картины. Каждое движение кисти нужно предугадать, но заглянув в прошлое. Живописец анализирует и, как искусствовед, аналитически воспроизводит то, что видит перед собой. Это чрезвычайно полезное упражнение, которое приучает видеть, и которое на самом деле не рабское повторение образцов. Профессионалы уверяют, копировали все. Благодаря воспроизведению шедевров появлялись новые, самобытные работы. Веласки сам копировал Тициана. Веласки копировал, значит, Рафаэля и Микеладжера, страшный суд. Потом Карблюров копировал Афинскую школу Рафаэля. Скопировав Афинскую школу, он написал «Последний день Помпеи». Неизвестно, как бы он написал ее. Такого качества написал ли он ее, если бы не копировал Рафаэля. Кажется, острый запах краски смешивается с пряным запахом цветов. Натюрморт с камышом, кистили Ямашкова. Между ним и Катей. 100 лет. И немало отличий. Я, конечно, стараюсь все свое упразднить в этой работе. Но Михаил Сергеевич говорит, что, допустим, у меня по колориту ярче. Я как-то люблю поярче брать краски, так поживее. Но я думаю, это еще стадия, конечно же, не окончательная. Я буду стараться максимально приблизиться. Возрождение традиции копирования – это возможность обуздать свою кисть. А творческие способности автора это не ущемляет. Юлия Комкина, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ.